Привет, друзья, с вами Ваймс. Ну, в общем, вы знаете Fallout, пустошь, приключения, вся фигня. В общем, день 11. Какого-то хрена сегодня у меня и вчера, и вообще, у меня теперь Fallout крашится постоянно. И это очень серьёзная проблема, потому что когда он крашится, у меня карабчатся файлы видео, которые я до этого момента пытался записывать. Так что сегодня у меня, по сути, ничего нет из видео, но я попытался заштурмовать всё-таки этот форт, на который меня посылали в Братстве Стали. С первого раза относительно хорошо получилось, даже легендарный мутант дропнул мне шотган офигенный, который комбат-шотган плюс плазменным уроном дополнительным. Но после этого игра крашнулась. И когда я во второй раз туда пришёл, никакой шотган он не дропнул, он дропнул бесполезный фатман, который даёт бонус по мутантам, который нафиг не нужен. Что фатман, что бонус. Так что это уже абсолютная ненависть. Ну и потом я просто дозачистил этот форт, походил там ещё, выполнял сайт-квесты для Братства. Они меня посылали два раза на одну и ту же... два раза подряд на одну и ту же ферму забрать там урожай, чтобы еда была. Да, то есть я выполнил квест. Я пришёл, взял квест, меня послали, сходил на ту вот ферму, договорись там, чтобы у нас была жратва. Я его сдал, говорю, дайте ещё квест, и меня точно на ту же ферму снова послали точно так же. Окей. Ну и после этого игра ещё раз крашнулась. В общем, на самом деле всё это из-за него, наверное, часа полтора, но учитывая, что оно крашилось, у меня сохранилось буквально пять минут видео, когда я лечу на этом вот вертеберде и всех расстреливаю. Но зато как плюс ничего интересного не произошло, кроме того, что я нашёл шотган, но он не сохранился. Так что, да, такая вот фигня, надо разбираться, почему оно крашится. Я бы подумал, что из-за модов, но до этого всё работало нормально. Сегодня я поставил ещё несколько модов, там текстурки более оптимизированные, ещё какую-то фигню. Но как бы вчера оно крашилось без этого. И до этого оно с теми же модами, что и вчера, работало абсолютно нормально, так что я не знаю. Возможно, стоит подождать какого-нибудь следующего патча или ещё чего-нибудь подобного. Посмотрим. День двенадцатый. Сегодня оно почему-то не вылетает. Неясно, в общем, вчера оно... Точнее, не вчера, а в прошлый день, который был на самом деле не вчера. В общем, оно вылетало чуть ли не каждые 15 минут. Сегодня я больше полутора часов отыграл вообще без проблем. Хотя я выключил большую часть модов, кроме интерфейса диалогов. Ну, неважно. В общем, я сделал ещё несколько месяцев братства, в которых континент мне отправлял брать дань с одной и той же фермы, потому что, видимо, других ферм не существует живых. Потому что, ну, в теории должна быть ещё Тейнпайнс Блав, но туда напали рейдеры, и я им совершенно не помогал, потому что мне всё равно. Так что, видимо, потому что на карте всего одна ферма, он мне посылает брать дань с одной и той же фермы. Постоянно. Весело. В общем, потом мне это надоело, и я... Мне не только надоело, у меня ещё и скилла не хватило, чтобы продолжить брать дань харизмы. И я, в общем, решил украсть у этого интенданта всё, что у него есть. Всё, что у него там плохо лежит. Включая винтовку Гаусса и кусок Advanced Power Armor. Что приятно. Он получше, чем Т-60Б, который у меня сейчас от братства. Ну, в общем, украл я всё без особых проблем с второго раза. С первого раза меня в самом конце заметили, и все сагрились. Увы, пришлось загружаться. После этого я решил ещё один другой сайт-квест Братства сделать. И там меня посылали в какой-то тоннель зачистить его от гулий и прочей ереси. И там был зелёный светящийся гуль весёлый. Там были обычные весёлые не светящиеся гулии. И потом там были ещё рейдеры и прочая подобная хрень. Ну, бывает. Также где-то там, или, возможно, не где-то там, я уже не помню точно где. Но, в общем, где-то я нашёл легендарный пистолет, который игнорит часть брони. И это офигенно. Потому что это... Я часто пользуюсь 10-мм пистолетом, а это более крутой 10-мм пистолет. Что ещё мне нужно? Ну, мне не помешает. Просто, в принципе, оружие получено всё-таки. В общем, пистолет хороший. Я на него перевесил все апгрейды со своего, так что схожу теперь с ним. Ну, и в самом этом тоннеле с гулями там ничего особенно интересного не было. Хотя я выяснил одну вещь, наверное. В общем, я нашёл там легендарный... Труп легендарного гуля, которого убил кто-то до меня. У трупа не было легендарного оружия. А вот у рейдера, который рядом ходил, было. Так что я подозреваю, что враги могут лутать друг друга. Что довольно интересно. Ну, после этого я решил, что есть ещё одно поселение такое крупное. Город, типа, в котором я ещё не был. Это гуднейбер. Я о нём слышал пару вещей, но я там не был. У меня руки не доходили туда сходить. И сейчас я решил, что пора. И, в общем, большую часть сегодняшнего дня я пытался найти туда проход. Потому что... Потому что Bethesda не могут сделать мини-карту. И вместо этого какой-то абсолютно убогий и непонятный компас, по которому хрен поймёшь, куда идти. В общем, довольно долго я там бродил вокруг этого гуднейбера. Нашёл какой-то... Что-то. Дом с рейдерами какой-то или что-то типа того. В общем, нашёл в кого пострелять. Встретился со злыми мухами. И одна из них была легендарной. И про муху у меня вообще две. Два момента. Во-первых, какого хрена они такие дамаговые? Во-вторых, какого хрена из мухи, из легендарной выпал огнемёт, который раза в три больше, чем сама муха? Как это вообще работает? В общем, теперь у меня есть ещё и легендарный огнемёт. Он, правда, по-моему, с не очень полезными модификаторами. Я не помню точно, у меня сейчас видео не открыто. Но вы видите на экране, что там за модификаторы. Неважно. У меня в любом случае нет топлива для него. Ну, почти нет. Немножко есть. То же самое, кстати, касается и винтовки Гаусса. К ним у меня патронов нифига нет. А, и где-то там я ещё плазменный пистолет нашёл. И к нему у меня есть немножко патронов. Но я решил просто его не использовать, потому что он не очень хороший поста там. Не знаю. Когда-нибудь я найду себе плазменную винтовку. Я надеюсь, я буду её использовать. Но пистолет как-то... Мне не очень хорошая, кажется, идея использовать плазменный пистолет. Так что я его выложил. Как и, собственно, винтовку Гаусса, как и огнемёт, по-моему. Не уверен. Возможно, я его с собой всё ещё таскаю. В общем... Да, потом я нашёл Гуднейбор. Встретился там с Гулем Мэром. Вообще, вход туда весёлый. Там NPC попытался у меня вымогать деньги. И к нему подошёл местный мэр, типа сказал ему, хватит, перестань. И убил его. Весело у них там. Видимо, название поселения — это ирония. Ну и... Там я на самом деле ничего особенного не сделал. Я посмотрел, что продают местные торговцы. Ничего интересного я там не увидел. Так что я решил, что... Пофиг. И пошёл оттуда. И вернулся в Санкчури. И переделал себе... Там... Броню и оружие немножко получше. Потому что я взял ещё один... Я взял ещё один уровень перка? Нет, я не взял ещё один уровень перка на... Обгрыдь оружия. Я просто нашёл вот этот пистолет новый. А, и... Да-да-да-да-да-да-да. Я купил одну вещь в Гуднейбере. Я купил там охотничью винтовку под 50-й калибр. Ура! Теперь у меня есть хорошая снайперка. Более хорошая снайперка. Но которой более редкие патроны. Так что надо их экономить. Ну и, в общем-то, всё на сегодня. Потому что больше я вроде бы ничего не делал. Я нашёл ещё кучу легендарного хлама. Это да. То есть я нашёл ещё один пистолет. Который бонус по животным. Я нашёл, по-моему, ещё что-то. Или я путаю. Возможно, я больше ничего не нашёл. Возможно, какой-то кусок брони. Ну, в общем, ничего особенно хорошего. Но кроме этого ничего особенного не происходило. То есть я нашёл Гуднейбер. И... Свалил обратно в Санкчер и переделывал всякую броню ещё минут 15. И потом я закончил на сегодня. Но... В целом всё нормально. И оно не вылетает почему-то. Ну ладно, в общем, на этом сегодняшний день закончен. День 13. Сегодня я пошёл немножко дальше по Майнквесту. И там оказалась интересная фигня. Хотя и на самом деле не такая интересная, как она могла бы быть. Ну, в общем, я вернулся к Валентайну. И он... Ну... После кучи диалогов обо всём этом... В общем, он сказал, что можно попытаться достать воспоминания Келлога. Потому что есть там какой-то доктор в Гуднейбере, кстати, который... Которая, точнее... Позволяет пережить заново воспоминания свои. И поскольку у меня есть кусочек мозга Келлога, конкретный имплант, который я из него вытащил, можно попробовать что-то сделать. Ну и потом я пошёл в Гуднейбер, куча разговоров с этим доктором. До этого я там немножко поворовал патронов из местного магазина. Ну и после кучи разговоров и кучи всякой фигни меня всё-таки засунуло в эти воспоминания Келлога. И я там ходил минут, наверное, 20 и слушал ещё кучу диалогов. В этом плане, конечно, можно было бы сделать это как-то поинтереснее. Потому что там... Да, я вижу этот кусок воспоминаний. И я могу там потыкать разные объекты и послушать мысли Келлога по этому поводу. Но ничего особо там не происходит, и это затянуто, ну, опять же, минут на 20, наверное. Но, в общем, выяснилось, почему никто не нашёл институт, потому что у них есть телепорт, и физического входа туда, видимо, нет. Не знаю, как это работает. Ну, то есть я знаю, как это работает, но не уверен, что это такая уж хорошая идея перемещаться только телепортами. Ну, и также я узнал о последней миссии Келлога, которую он вроде как пытался выполнять в то время, когда я его нашёл. Какой-то учёный сбежал из института, из этого, и он живёт в... Как оно называется? Глоуинг Си? Светящееся море или что-то типа того, я не знаю, как в русской версии. Он туда свалил и там скрывается от собственного института. Так что теперь я, видимо, пойду искать этого учёного. Соответственно, нужно что-то от радиации. Ну, Power Armor немножко спасает от радиации, но я туда пока что не ходил. И, наверное, я пойду туда, не знаю, там, завтра или когда в следующий раз буду играть. А пока что сегодня я после этого миллиона разговоров в мейн-квесте я пошёл и сделал ещё один сайд-квест. Я пошёл дасовать ещё что-то, какой-то кусок технологии для... для братства. Это один из рандомно генерирующихся сайд-квестов вот этих вот. И пошёл я в местную какую-то студию, которая там, ну, когда-то до войны делала комиксы или что-то подобное. И там огромная толпа гулей. И также там огромная куча терминалов, в которых неинтересная информация. Также там немножко самих комиксов, которые прибавляют всякие статы. И также я там нашёл уникальный топор, который нафиг не нужен, потому что у него бесполезные статы. Ну, ещё с одного гуля выпал уникальный нож, у которого тоже бесполезные статы. И что ещё? Какой-то почему-то подсвечивающийся уникальным пистолет-пулемёт ненастоящий. В смысле, реально ненастоящий. Ну, как это называется. Модель. В общем, стрелять из него, наверное, нельзя. Я не пробовал, по крайней мере. Но почему-то он при подбирании вот так вот подсветился, как уникальные предметы. Не знаю, к чему это и зачем. Ну и, в общем-то, да, после некоторого количества стэлсования вокруг гулей, я всё-таки достал нужный мне кусок технологии, ещё постэлсовал вокруг остатка гулей, перебил их всех, пистолет с оглушителем всё ещё лучше оружия. А, я потестил огнемёт на них, вот ещё что. Огнемёт довольно офигенен. Он почему-то очень криво работает в ватсе, и он почему-то иногда не дамажит в упор. Возможно, всегда не дамажит в упор. То есть, совсем в упор. Но на небольшом расстоянии он офигенно убивает гулей. Единственная проблема, те 80 патронов, которые у меня были, улетели примерно секунд за 10. Так что теперь у меня снова нет патронов для огнемёта. Так что печаль. Если я найду где-то бесконечный источник патронов для огнемёта, то это, может быть, будет офигенное оружие. Но в таком варианте не особенно. То есть, нет, опять же, особенно, но кончается слишком быстро. Так что огнемёт весёлая штука. Но пистолет с оглушителем лучше, потому что к нему патроны не кончаются вообще. И при этом он нормально убивает врагов. Наверное, он когда-нибудь перестанет, когда пойдут более толстые враги. Но даже там вот этого вот светящегося зелёного гуля пистолет с оглушителем довольно нормально убивает. Хотя в данном случае гуль был немножко задамажен гранатой до этого. Ну и, в общем-то, после этого я вернулся обратно в Братство. Полицейский участок. Сдал им все квесты. И получил уровень. И закончил на сегодня. И кто-то спрашивал, что у меня за перки взятые. Собственно, вот вы их сейчас видите на экране. Я их сейчас не вижу на экране, так что я не могу их перечислить. Но в основном там всякое вскрытие всего. Больше апгрейдов оружия разных. И, по сути, всё. Из необычного у меня взята только одиночка, потому что меня достали компаньоны, которые мешают входить в двери. Так что я один хожу. И я поэтому взял два уровня этого перка, чтобы при этом ещё и получать бонус к дефенсу и бонус к переносимому весу. И у меня из, наверное, тоже довольно необычного плавания. Потому что вода радиоактивная меня напрягает, а без радиации в воде всё хорошо. Кроме этого, довольно стандартный набор вроде как. Ну и, в общем-то, тогда на этом сегодняшний день закончен. День четырнадцатый. Я давно вообще хотел поговорить про оптимизацию немножко, но как-то всё забывал, или руки не доходили, или ещё что-нибудь подобное. В общем, сегодня меня это наконец достало, я переставил настройки чуть ли не на минимальные, но на самом деле это не сильно помогло. В общем, что-то они не то с оптимизацией сделали. Оно не сильно проседает FPS. Ну, то есть, большую часть времени у меня вообще 60. В некоторых локациях оно немножко проседает. И проблема даже не в том, что оно немножко проседает, а в том, что у них каким-то образом по-наркомански, очень по-наркомански скорость игры привязана к фреймрейту. Так что, если оно даже чуть-чуть проседает, то игра превращается в слоумо. Я не знаю, нахрена они это сделали, я не знаю, как они это сделали, но в итоге, если FPS не 60, а там становится на нескольких секунд, не знаю, 55, становится неиграбельно. И, ну, почти неиграбельно. И, в общем, хрен его знает, что с этим делать, потому что я настройки... Ну, я могу их, конечно, совсем на минимум убрать, я, наверное, попробую, но, в общем, это не сильно помогает. То есть, я их снизил там с средневысоких на средне-низкие, почти ничего не изменилось. То есть, может быть, чуть реже такая фигня стала появляться. Так что, я не знаю, что я буду делать, но надо что-то делать. Ну, наверное, как вариант, можно купить идеокарту получше, но все-таки. С оптимизацией у них хрень какая-то. Ну, да ладно. В общем, сегодня я пошел разбираться с... Railroad'ом, или как оно там называется. В общем, какая-то это местная подпольная организация. Они помогают синтам, они борются с институтом, так что я решил, почему бы и не связаться с ними, и не посмотреть, что там, в общем-то, происходит, и что это такое. Ну, пришел на какую-то центральную площадь местную, и там оказался лебедь из Лебединого озера, да. В общем, такой босс. Но он вышел довольно веселым. Возможно, потому что я обмазался всей наркотой, которая у меня была. В общем, проблем он особых не вызвал. И он дропнул Power Fist. Офигенный Power Fist. С бонусом по... С бонусом к урону, если я несколько раз подряд на этом же моба бью. И, собственно, с этим Power Fist я больше у тебя дня сегодня и пробегал. И все от него умирает достаточно хорошо, и, в общем-то, он достаточно веселый. Надо будет, не знаю, вкачаться в ближний бой или что-нибудь подобное сделать. Так что... Да. Офигенный Power Fist. Ну, после убийства этой хрени я там посмотрел, что вокруг происходит. В общем, там такой... пазл... Не знаю даже, как это назвать. В общем, нужно идти по линии на земле и на ней написаны буквы в некоторых местах с цифрами. И нужно из этого составить слово. Слово — это, естественно, Railroad, потому что что-нибудь важнее и, наверное, 90% аудитории Fallout'а не смогли бы понять, что нужно делать. Но в конце оно приводит к церкви. В церкви там еще несколько знаков приводит к двери и рядом с дверью крутилка с надписью и на крутилку еще можно нажимать. В общем, нужно было накрутить там это слово. После чего я попал в этот самый Railroad. Там, не знаю, три человека, они со мной поговорили, они дружат с синтами этими, которые адекватные, а не которые всех пытаются убить. Ну и, в общем-то, они меня, как бы, не совсем приняли, но попросили помочь. Так что дальше я направился им помогать. По пути, пока я искал этот Railroad, я там десяток, наверное, всяких супермутантов убил, в том числе и Powerfeel там. Плюс там толпа рейдеров, толпа еще прочей хрени. В общем, все весело и нормально. Ну, что касается того, чтобы им помочь, я пошел туда, куда они меня отправили. Я там встретился с их чуваком, который очень сильно изменился с того момента, как я его видел в этих катакомбах по церкви. Ну и, в общем, смысл в том, что их старую базу зарейдили до этого, и нам надо туда пробраться и взять оттуда что-то, что они не успели унести или что-то типа того. Ну и, в общем, главный вход заминирован. Плюс всякие турели повсюду, плюс еще и сами синты там толпами враждебные. Так что мы пошли через какой-то тоннель подземный. Толпы синтов. Естественно. Но, в общем-то, ничего особенного даже. Ну, то есть, синты довольно легко умирают, если их не пытаться фистить пауэрфистом, потому что к ним подходить немножко опасно. Ну и там местами еще всякие турели. Некоторые турели можно на свою сторону переманить, некоторые нельзя на свою сторону переманить. Нет, вроде... Ну, только на входе турели были, которые враждебны чисто. Остальные были либо уже изначально убитыми, либо теми, которые можно включить, чтобы они мне помогали. Союзник этот, идиотский, которого заставили с собой брать, он идиотский традиционно, блочит проходы, стреляет по мобам, когда я пытаюсь стилсовать, и все там подобное. Но, в общем-то, в целом ничего особенно сложного. Но, зато внутри ничего особенно интересного там не было, кроме, собственно, квестового предмета, который нужно будет куда-то отнести и сдать в следующий раз. Сегодня я забил на это. Я закончил этот данж и вышел. Но, кроме этого, в конце данжа он мне еще дал пистолет новый. И пистолет этот, он покруче, чем тот, что у меня. Он тоже 10-мм. Он уникальный, он точнее в Адсе, и он тратит меньше очков действия, по-моему. И это такой Вальтер, который изначально с глушителем, и его можно замодить на больше урон, чем 10-мм пистолет обычный. И даже с моими скиллами его можно замодить на чуть больше урон. Но теперь вот я не уверен, потому что у меня получается, что мой 10-мм пистолет, по-моему, 10 урона... Не, не 10, какой 10, о чем я? 31 урона имеет. Но он пробивает броню, у него 30% игнор брони. А этот Вальтер, у него 37, по-моему, урона, но нет игнора брони. Так что я не уверен, что лучше. Ну и также у Вальтера у него нет... Климатор на него нельзя поставить, так что из него целиться немножко менее удобно. Но надо будет потестить и то, и другое. Но я думаю, если я все смогу навесить на Вальтер, то он будет круче, потому что это еще не самый крутой его ресивер. У него есть еще, по-моему, два круче этого. То есть один круче этого и еще один круче того, что круче этого. Или один всего, я не помню точно. Но новый пистолет, он тоже с глушителем, и он дамаговид, чем тот, что у меня. Хорошо. Весело. Ну и, в общем-то, на этом все. Больше ничего сегодня вроде бы не делал. графон, возвращаясь к оптимизации, то, что я его убрал на почти на низкие, я визуально разницы почти не вижу. Так что у них там вообще что-то непонятное с оптимизацией. Ну, да ладно. В общем, тогда сегодняшний день на этом закончен. День 15. Ну, сегодня я для начала наверное с полчаса разбирался с установкой всяких модов и настройками игры, чтобы возможно сделать себе побольше фпс, но в итоге с фпс ситуация не сильно изменилась. Наверное, в следующий раз я попробую вообще все совсем на минимум поставить, но скорее всего даже это не поможет, потому что ну, движок кривоват, наверное. Не знаю, ну и комп, я не такой уж мощный, естественно. Ну и плюс запись. Естественно, запись убивает фпс немного, так что если я не записываю, то у меня ситуация намного лучше. Она почти не проседает, но я записываю. В этом проблема. Ну, в общем, после того, как я там с полчаса разбирался со всем этим, я поставил мод, который немножко улучшает текстуры, но при этом их делает менее менее тяжелыми в плане памяти. И я поставил мод, который немножко дорабатывает крафт брони и прочего, хотя с этим я пока что не прикасался, только поставил все. Ну и, собственно, все. Также я покопался в конфигах там и производительность немножко таким образом попытался улучшить безрезультатно. В общем, после этого я пошел делать, ну, сдавать предыдущий квест Railroad и делать их следующий квест. Вообще, эти чуваки, если не было понятно из предыдущего дня, я не помню, говорил ли я там об этом подробнее, потому что это было чуть ли не неделю назад. В общем, они помогают синтам, которые сбежали из института, потому что синты, они тоже, ну, они не люди, конечно, они синты, но они бывают адекватные, как, например, Ник, который Валентайн, и всякие другие люди, которые, ну, люди, синты, которые в этом самом Railroad задействованы. В общем, я сдал им предыдущий свой квест, и они меня послали сразу же на новый, пойти, найти что-то там в какой-то мусорке, запись, потом поговорить с чуваком, и потом делать, что он скажет. Ну, и я направился туда. По пути я встретил легендарного Майрлюрка, который очень легко был убит с помощью чиза его искусственного интеллекта, то есть, по сути, я просто спрыгивал с бортикой, потом забирался назад, и он обходил через три километра, пытался ко мне подойти. В общем, в итоге он ко мне так и не подошел, патронов на него ушло куча, но зато он без особых проблем умер. Так что это хорошо. Дропнул он мне пистолет, который имеет плюс 30% дамага. Надо будет сравнить, может быть, он будет даже лучше того пистолета, который я в прошлый день достал, который уникальный Вальтер. Если 10-мм пистолет будет лучше, то я счастлив, потому что Вальтер мне не очень нравится, у него нет прицела нормального, у него нет там скорострельности нормальный, магазин у него маленький. Конечно, можно его проапгрейдить, но он ну как минимум для того, чтобы проапгрейдить, нужно больше скилла, чем у меня есть. И может быть, он все равно меньше будет. В общем, да. Потом я пошел дальше, взял эту запись, которую нужно было взять из мусорки, послушал ее и пошел в сторону того чувака, с которым мне нужно встретиться. По пути я убил легендарного супермутанта, который дропнул что-то бесполезное, матч это по-моему. Ну и еще толпу обычных супермутантов я тоже там убил. И потом я встретился с этим чуваком, там какой-то небольшой мини-город, поговорил я с ним, он послал меня зачистить какое-то место, где ему нужно, куда ему нужно привезти этого синта, которого он пытается спасти от рейдеров. По пути туда я встретил Deathclaw, который сам там с кем-то сражался, так что он почти дохлый, а он с мутантами сражался, мутанты его убили без особой моей помощи. Ну потом я просто добил мутантов. Ну и добрался я до того места, куда мне нужно было попасть, это оказалась церковь, в церкви оказалось там три рейдера, которых я из стелса пауэрфистом зафистил. И потом ко мне пришел этот чувак, который давал мне квест и начал по мне стрелять. Отлично. Чувак сагрился на меня каким-то образом и убить его нельзя, потому что он квестовый, так что он меня в итоге убил, я загрузился, повторил все примерно так же, и он снова пришел сагренный. Потом я еще раз загрузился, чуть-чуть вернулся, обнаружил, что на меня сагренный вообще весь этот город, что не очень хорошо. Я не знаю, что там случилось. Да, я там своровал немножко патронов, но меня никто не видел в этот момент. В общем, после этого я загрузился, сохранение до до того, как я пришел в этот город, сразу после того, как я достал, собственно, пистолет легендарный. И в этот раз я решил поподробнее заглянуть к супермутантам и с ними совсем разобраться, потому что как-то они меня напрягли немного. Ну, в общем, пока я это все делал, я выяснил, что стелес-бой абсолютно бесполезная хрень. Он делает меня визуально невидимым, но это только визуальная невидимость. Враги меня вполне видят, в том плане, что если они меня уже заметили, они стреляют точно в меня, даже когда я там в сотни метров от них. И не теряют агру, и вообще ничего. Так что теперь я их, наверное, буду намного менее активно собирать. Но со второй попытки, потому что первая закончилась супермутантом Камикадзе ядерным. В общем, со второй попытки я все это зачистил. Легендарный мутант дропнул тот же самый Мачет, который нафиг не нужен. Все остальные там надропали кучу всякого хлама, то есть, по сути, это была напрасная трата времени. Также у них в этой супермутантской башне оказался проход на как сказать, автостраду, в общем, на хайвей, по которому я смог пройти в тот кусок локации, где я был до этого, давным-давно еще. То есть, я там на каком-то лифте поднимался, оказывался на этом хайвее, но не пошел по нему. Ну и теперь я знаю, как оно там все соединяется. Это абсолютно бессмысленно, потому что можно по земле пройти без проблем. Но оно есть. В общем, это еще там 10 минут ходьбы туда-обратно по этому хайвейу. Потом я пришел в город, и на этот раз на входе в город меня встретили диалогом, что типа кто-то такой, рейдер или не рейдер. Я ответил, возможно, потому что этого диалога в первый раз не было, возможно, поэтому на меня весь город согрелся. Я не знаю. В общем, в этот раз диалог был. Я ответил, что я не рейдер, просто так тут мимо проходил. Ну и нормально поговорил с НПС, опять же, поговорил с еще одним НПС, который мне тоже какую-то работу предложил. Надо будет с ним потом разобраться в следующий раз. И пошел собственно делать квест, опять же. По пути на этот раз вместо Десклоу и Супермутантов я встретил толпу рейдеров с легендарным рейдером. И проблема в том, что на них прилетело Братство Стали. И тупое Братство Стали сагрило это все. И этот легендарный рейдер непонятно куда делся. То ли они его убили и я не нашел труп, то ли он задеспаунился и все, то ли он просто куда-то делся, что я его не нашел. Я попробовал заглянуть в соседний домик рейдерский, который отдельная локация. Там легендарного я не обнаружил этого. Зато я там обнаружил целую кучу обычных и они меня убили, потому что я особенно не следил за своим... за своей жизнью. И после загрузки я решил туда уже не идти. В общем, не знаю. Тупое Братство Стали отобрало у меня легендарного моба. Печаль. Ну, после этого я зачистил этих трех рейдеров в церкви, в которой нужно было встретиться там с чуваком. Встретился с чуваком, поговорил, пришел еще один чувак, с ним я тоже поговорил, и потом мы втроем, но без первого чувака, то есть я синт и второй чувак, шли еще куда-то там и убивали по пути рейдеров. Ну, собственно, там по пути было, не знаю, три рейдера без особых каких-либо проблем. Один из них был легендарным, но это был не тот легендарный рейдер, которого я до этого встретил, и дропнул он какой-то бессмысленный кусок брони. Ну, и потом мы дошли, там какая-то эпичная башня, в которой сейфхаус рейлроуда, и я по ней побегал, поискал, что там можно найти полезного, почти ничего, немножко патронов. И на этом я на сегодня закончил. Ну, и, наверное, с видео тоже на этом все на сегодня. Так что я надеюсь, вам понравилось это видео. Спасибо за просмотр. С вами был Ваймс. Пока.